И еще одно срочное сообщение. Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мерзиёевым. Обсуждено развитие ситуации в связи с проведением специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса, а также осуществление демилитаризации, деноцификации Украины. Шавкат Мерзиёев выразил понимание предпринимаемых с российской стороны действий. Только что вы прослушали новости первого пропагандонского канала, который сообщает нам, еще раз процитирую, что Шавкат Мерзиёев созвонился с Путиным, или Путин созвонился с президентом Узбекистана, и обсудили развитие ситуации, связанной с проведением специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса, а также осуществление демилитаризации и деноцификации Украины. Шавкат Мерзиёев выразил понимание предпринимаемых с российской стороны действий. Прямо сказали, что поддержал. Открываем эту же новость на официальном сайте президента Узбекистана, где тоже присутствует телефонная трубочка, красивые фотографии этих двух президентов, где говорится то же самое об этой же новости. В начале, что 25 февраля действительно состоялся телефонный разговор президента Республики Узбекистана Шавкат Мерзиёева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. И далее зачитываю. Был обсужден ряд актуальных вопросов узбекско-российского сотрудничества. Главы государства осмотрели ход практических реализаций договоренностей, достигнутых по итогам контактов на высшем уровне, включая продвижение совместных проектов сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарных сферах. И, наконец, про Украину. Состоялся также обмен мнениями по международной и региональной повестке, в том числе складывающейся ситуации вокруг Украины. Про поддержку и понимание ни слова. Разошлись взгляды. Тогда, если взгляды разошлись, где же возмущение официального Узбекистана? О том, что Первый канал пропагандонский и официальные власти России заявили о том, что президент Узбекистана поддерживает Путина в войне против Украины. Этих возмущений нет. Испугались. Или, я скорее склоняюсь ко второй точке зрения, или действительно Шавхат Мертьюев поддержал товарища Путина, так же, как это сделал и президент Киргизии, ставленник Путина Жапаров. Он вообще в своем фейсбук-аккаунте прям черным по белому написал, что Россия имеет суверенное право признать независимость ДНР и ЛНР. Кому интересно увидеть подтверждение этих слов, смотрите ссылку в описании к моему видео. Два президента Центральной Азии по факту поддержали Путина в его агрессии против Украины. Не потому, что они любят российское государство. Нет, конечно же. Не потому, что им противны украинцы. Нет, конечно же. Даже я об этом подумать не могу. Узбеки и киргизы, даже руководство Узбеки и Киргизстана не являются фашистами, конечно же. Единственная причина, по которой президенты Узбекистана и Киргизии тепло пожали руку Путину в этом вопросе, улыбаясь поддерживают его. Единственная причина в том, что миллионы граждан, более миллиона граждан узбеков и киргизов находятся в трудовом рабстве, в заложниках на территории Российской Федерации. Если они не поддержат Путина, то Путин поотрезает им всем головы. Говорить о том, что я тут фантазирую, что-то тут приукрашиваю, тут опять начну сейчас в комментариях эти аблизоиды путиной дописать, не приходится. Потому что буквально пару дней назад и в страшном сне не могло присниться, что путинские соколы будут бомбить мирных жителей Киева, Одессы, Мариуполя и так далее. Все это случилось, все это мы видим. Все, что нам не могло присниться в страшных снах, сейчас происходит наяву. Так что то, что Путин по телефону Шавкату Мельзиеву сказал, если нас не поддержишь, я завтра поотрезаю головы всем узбекским гастарбайтерам, в этом я нисколечки, ни капельки не сомневаюсь. Но это только половина проблемы с гастарбайтерами. Мы уже блогеры, патриоты, сколько лет предупреждаем и киргизов, и узбеков, что трудовые мигранты в России, это не просто способ заработать деньги на хлеб, на масло, на воду. Это по факту является поддержкой агрессивной политики Путина. Гастарбайтеры ведь строят всякие разные объекты, обслуживают экономику России милитаристическую, строят казармы, вскапывают генеральские дачи, картошку садят, собирают, строят аэродромы те же самые, которые всегда можно использовать в военных целях. И напрямую, и косвенно поддерживают военную машину Путина. Тут многие в комментариях пишут, что это честные люди, что они едут заработать хоть какую-то копеечку своим детям, своим семьям. Все эти миллионы долларов, которые узбекские и киргизские гастарбайтеры перечисляют к себе на родину, теперь они все омыты кровью украинских детей последние три дня. И отрицать это тоже не надо. Узбекские дети пьют кровь украинских детей. Киргизские дети теперь, которые получают деньги от своих родителей в виде переводов из России, они тоже пьют кровь украинских детей. Слава Аллаху, что Назарбаев не допустил того, что миллионы казахстанцев могли бы работать дворниками, строителями, мощниками посуды в России. Он не допустил этого, он провел реформы. И казахских гастарбайтеров в России нету. Это заслуга Назарбаевской политики. И эта заслуга останется в истории. Наши казахские дети не пьют сегодня кровь украинских детей. Вот эти три дня. И это заслуга Назарбаевского режима. Вот сегодня хотел об этом сказать. Спасибо за ваше внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!